Работа, которую делают голосовые связки, она в инструменте все равно присутствует. Только, понимаете, мы с связками расширяем, сжимаем гортань, а там этот просвет в инструменте регулируется другими способами. И поэтому звук совсем другой. Голосовые связки, конечно же, работают. Вопрос в другом. Они работают совершенно не так, как при обычной человеческой речи. Не в том стереотипе. Если в обычной человеческой речи мы голосовые связки напрягаем, чтобы модулировать определенный звук, то в конце мы связки голосовые напрягаем не всю дорогу, что называется. Надо научиться выдыхать, не задействуя голосовые связки. Голосовые связки, они флотировать начинают в расслабленном состоянии. И вот только для того, чтобы они не захлопали и не закашивался человек, они определенным образом напрягаются. Но флотировать они именно как бы в таком грубом диапазоне продолжают. Не в инфрочастотах, но в низких частотах. Вспомните, вот как Армстронг пел, да, или требединский профессор. Как бы таким вот, да, голосом. Вот нечто подобное, но все равно. Они здесь напрягают голосовые связки целенаправленно для модуляции. То есть я хоть и не пытался что-то напеть, но я напрягал так, чтобы появилась какая-то мелодия. Пусть и грубая, но она есть. Вот в конце эта цель не преследуется. Поэтому голосовые связки просто удерживаются в определенном состоянии. И, конечно, это состояние изменяется вследствие того, что в самом начале крика, сон давление высокое и для удержания в этом состоянии, они должны быть более напряжены, а под конец они немножко расслабляются. То есть они все равно работают. Трудно рассказывать о том, как работает горло, да. Это неблагодарное занятие на самом деле. Это сложно очень. Потому что, я говорю, очень просто научиться кричать концы. В смысле, не просто, а проще научиться, когда в зале есть человек, который умеет это хорошо делать. Ему достаточно просто подражать, пытаясь издать такой же звук. И оно получится, в общем-то, само по себе. Потому что Галкин, пародируя Филиппа Киркорова или Колю Баскова, он не пытается у них выяснить, что они там напрягают где. И сам рассказать он этого не сможет. Он просто работает над этим, пытаясь достичь вот такого же звучания. Только и всего. Но он, конечно, с годами выработал какие-то определенные механизмы, которые позволяют ему быстро подстраиваться под любого человека. Он и талантливый человек в том числе, поэтому у него это получается легче, чем у других. Вот. Ну так вот, первое. Не первое, а давайте я все-таки закончу про голосовые связки. Голосовые связки, когда вы начнете тренировать консей, они у вас очень быстро, что называется, устанут все равно. От вот этого тонуса, в котором... Человек, когда долго говорит, устают голосовые связки. И он может потерять голос, когда он несколько часов треплется. Так вот, когда человек сам консей кричит, то это напряжение, оно статическое и практическое. Когда человек, как вы говорите, оно динамическое. И связки успевают, даже при долгой речи, отдыхать. Они напрягаются, ослабляются, напрягаются, расслабляются. А при консей, они в одном напряженном состоянии должны удерживать голосовые связки, голосовую щель. Если вы сделали несколько консей, особенно под очень сильным давлением и под напряжением, под очень мощным, то голос у вас осипнет. В худшем случае вы его можете потерять. Поэтому, на самом деле, орать, а по первости, значит, чертя голову, там, или как-то, составь дурака от Бога, молиться, лоб прошибет, не надо. Как почувствовали, что голос, ну, то сипает немножко, так и закончили. Вот. И когда вы поймете, как формируется консей, вам не надо будет на тренировке кричать в полную силу каждый раз. А со временем это станет легко, и вы голос уже не потеряете никогда. Вот. То есть, полностью концентрироваться и полностью выдавать все децибелы, которые только можно, надо не всегда, а лишь иногда. Например, делая с МКАТа на соревнованиях. А в обычной тренировке можно ограничиться и половинной силой этого крика. Вот. Ну, хотя, если вы уже долго занимаетесь, можно делать это гораздо чаще. Вот. Значит, упражнение номер один. Это дыхание животом. Очень важная вещь. Очень важная вещь. В общем, банально, на самом деле. Все об этом знают. И как это делать, но тем не менее. Как это легко проконтролировать? Вот. Живот. Значит, хара. Значит, одну руку кладем на спину. Вот таким вот образом. Да? Поясницу. Другую руку кладем на живот. На живот. И, вдыхая, надуваем, значит, с живот, переднюю и брюшную стену. Отодвигаем ее сюда. А таз при этом чуть отодвигается назад. То есть, выглядит так. И выдыхаем. Через рот. В самом конце происходит подтягивание тазовой диафрами. Так и, как я это называю, но то-ля Майкл Джексон. То есть, такое тазовое, ну, таз приподнимая вверх, да, движение такое тазовое. Представьте, что на поясе, вот вам сюда, значит, закрепили какую-то веревку. Ее протянули спереди между ног. И когда вы заканчиваете, ее потянули вверх. И она подтягивает таз. У вас тогда и тазовая диафрагма сокращается, да, и правильно работает вся брюшная стенка. То есть, вдох, выдох. Вы слышите, как я дышу, да? Сейчас я покажу, как работает при этом рот. Ну, имеется в виду... Смотрите, надо научиться выдыхать через открытое горло. Не... Что-то там давить какой-то звук там. Вот. Никаких вообще. Рот открывается, как будто труба. То есть, абсолютно никаких препятствий. Сделали вдох. Идет выдох. Сам в конце замыкания губ, ну, это как в кат санчин. Можно этого не делать. То есть... Если упражнение делать долго, появляется такой акустический феномен, я его называю «змрёв самолёта». То есть, если вот далеко стоять, слышно, как сам турбин, они и свистят, и шипят, если вы находитесь очень далеко. Вот, научились пропускать. Ну, это, имеется в виду, выпускать под давлением воздуха через открытое горло. При этом голосовые связки я попытался сейчас полностью расслабить, поэтому звука никакого нет, да, кроме шипения, которое вызывается турбуленцией при выходе воздуха изо рта. Вот. Дальше. Надо это сделать намного быстрее, да, крик – это сконцентрированная вещь, он может быть и протяжённый, да, во времени, но, как правило, он всё равно под большим давлением.